Воспитанники художественной анимационной студии «Фантазеры» справляют новоселье. Теперь они будут творить в новом комфортном помещении. Оборудование, материалы для работы и мебель закупили на средства гранта Международного фонда «Православная инициатива». Новое помещение предоставил Центр православного воспитания «Семейный круг». Детское творчество. Надо человеку каждому почувствовать духовную радость, потому что когда ребенок делал что-то своими руками, если вы отключаете сущего семья, то это тот момент, который в семье пролит, направляет с любовью. Именно здесь будет создан новый мультфильм студии «Фантазеры» «Доброе сердце» или «История бездомного кота-пирата». Он посвящен Году экологии в России. В основе мультфильма лежит православная притча известного автора Светланы Копыловой. Называется притча про кота. Мы взяли эту притчу, она правда грустная, она кончается плохо, там погибает бездомный кот, очень грустная история. Мы переделали немножечко эту историю с разрешения автора. У Зареченской сказки будет счастливый конец. Кот-пират найдет дом и друзей. А пока маленькие фантазеры создают мультипликационный мир, наполняют его персонажами. Мы берем заготочки из бумаги и их облепливаем пластилином, так, чтобы казались они как живые. А это сложно сделать так, чтобы они были как живые? Нет. Юные творцы лепят из пластилина людей, зверей, дома, растения, машины. Каждый персонаж или фигурка продуманы до мелочей. Остается только вдохнуть в них жизнь. Мы берем и ложим в пигурку на стекло и по миллиметру двигаем. И снимаете? Да. Наверное, это много времени занимает. Два часа, это, я не знаю, мне кажется, это меньше минуты. Два часа кропотливой работы превращаются в несколько десятков секунд экранного времени. Но юные фантазеры не боятся трудностей. Мультфильм о бездомном коте-пирате станет их второй мультипликационной работой. Мультфильм получился очень красивый, яркий, нарядный, очень красивый герой. Ребята очень старались, сделали, когда героев мультфильма из пластилина. Сейчас полным ходом идут съемки мультфильма. Представить историю кота-пирата публики участники студии планируют в октябре. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио компания «Заречный».